Я рад всех приветствовать, кто здесь у нас в собрании, кто нас смотрит онлайн. Я не просто это говорю, но это на самом деле так. Каждый раз мы собираемся, это чудо, потому что это свидетельствует о том, что Бог на самом деле сделал. Мы из разных мест в разное время пришли к Богу. И сейчас мы здесь на этом месте вместе, и это на самом деле огромное чудо. Кто-то согласен? Аминь. И можно привыкать, я всегда себя напоминаю, что можно привыкнуть к этому. И не хочется. Хочется иметь сердце, как будто это в первый раз. Мы здесь и поклоняемся Богу, и видим друг друга. Ну, я хочу поделиться, сегодня у меня возможность поделиться, то, что у меня на сердце. И тем, что я буду делиться, это, наверное, началось где-то в конце ноября, начале декабря. Эти переживания и то, что мне просто Бог в разных местах показывал, и то, что мне сильно надо было. И я вообще думал, классно то, что я пережил, и то, что мне Бог показывает. И, может быть, чуть-чуть как-то об этом забыл. Оно было у меня в сердце, но, может быть, как-то забыл. И потом в конце декабря пастор начал делиться. И его переживания о церкви в этот Новый год, в его словах взять ответственность как церковь, как люди, как наши, как семьи. Взять ответственность то, что Бог имеет для нас. И это как раз то, что мне Бог показывал и говорил. И я хочу просто поделиться моими переживаниями об этом, ответственности, что это значит для меня. И давайте мы откроем, пожалуйста, Битие. Битие – это 2 глава, 7 стих и 8 стих. 2 глава Битие – это будет, может быть, как основанием о том, что я хочу поделиться. И уже есть также разные места, но это будет главное. И в 7 стихе написано. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни. И стал человек душой живой, и насадил Господь Бог рай видеми на востоке, и поместил там человека, которого воссоздал. И потом, не будем все читать, 15 стих. «И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду идемском, чтобы возделывать, правильно, и возделывать его, и хранить его. И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду идемском, чтобы возделывать его, и хранить его». Я начну с этого. Эта тема по-английски «take responsibility for my garden» по-русски. Взять ответственность за мой сад. Взять ответственность за мой сад. И на самом деле, мы как будем дальше идти, но я буду делиться. Это, на самом деле, не мой сад, это Божий сад. Ну, чтобы это было лично для меня, это то, что Бог мне дал, мой сад. Взять ответственность за мой сад. Я сразу обратил внимание в 7 и 8 стихе. Много раз, я думаю, мы все это читали и слышали, и разные проповеди, и теми об этом, как Бог создал человека. И на что я хотел обратить внимание. Бог создает человека, в него вдыхает дух жизни, и человек становится душой живой. У нас по-английски написано, he becomes a living human, a living person. Он становится живой человек. И потом, Бог насадил Господь рай в Идеме, на востоке, и поместил там человека, которого он создал. И в 15 стиху опять нам как будто повторяет. Господь этого человека, которого он создал, поселил его в саду Идемском, чтобы возделывать его и хранить его. Так просто. Но меня это просто начало по-новому разрывать, или как открывается мне. Бог создает человека, и также создает место для этого человека. И посылает, или поселяет, ставит этого человека в место, в которое он его создал. Аминь. Не человек сделал себе место, а Бог ему сделал место, и этого человека туда посадил. Поселил. Спасибо. Но он там, может быть, тоже сидел. И поселил его в это место. Когда Павел описывает, что на самом деле духовно происходит, или в духовном мире происходит, когда человек кается и приобщается к церкви. Он объясняет эти вещи, которые Бог ему открывал. И он объясняет, говорит, что Дух через Дух, через крещение Духа, или Духом человек крестится в тело. Это тело, это не просто церковь или здание. На самом деле личность человека. Этот человек, когда он приходит к Богу и становится частью церкви, Дух Святой его крестит в эту церковь и дает ему место. Да? Я правильно понимаю? Если нет, кто-то помогите мне. И дает ему, этому человеку, место. И больше он объясняет, что каждый человек имеет свое место в теле. Имеет дары свои в этом месте. Имеет благодать, которую Бог воспобедил этому человеку. Имеет, как сказать, призвание в этом месте. Он имеет место, когда человек кается и приходит к Богу. Бог не ищет, куда его поставить. Бог не думает, ну у меня уже хватит, сейчас куда его? Знаете, бывает так. Ну у нас в команде, у нас уже хватит людей, куда его поставить? А Бог имеет место для этого человека. И здесь, в самом начале мы видим, Бог сотворил человека, сотворил место для этого человека и посадил, поселил человека этого в это место. Имейте милость, пожалуйста. Вы уже, то я только начал, уже смеетесь. И Он поселил этого человека в это место. Аминь. И вот что у меня, ну, глаза мне открылись, как будто в первый раз, когда я это читал. Он его ставит в это место. И первую вещь, которую Бог делает, это дает ему ответственность. Он ему говорит, по-английски написано, он должен, he must take care and protect the garden. Или cultivate, это слово по-русски, культивировать. Правильно? Культивировать. Да? Культивировать. Аминь. Он ему дает ответственность. Мы когда общались, это было вот где-то в это время, когда я об этом начал рассуждать, и мне Бог просто начал ложить эти разные места на сердце. Я начал их исследовать, читать. Как это все началось, я имел общение с одним молодежным лидером у нас в церкви. Мы общались с ним. И он меня, ну, начал делиться своими переживаниями. И потом этот разговор перешел в больше, ну, разные недостатки, которые в молодежном служении. Что нам надо исправить, что у нас не хватает, что надо еще сделать для молодежи. И, ну, у нас был хороший разговор. И когда он делился, его, как главная тема его, было, вот, не хватает, не хватает нашей молодежи, людей, где они могут открываться кому-то. Ну, я, конечно, я с этим не согласился. И это неправда. У меня, когда человек на самом деле нуждается в этом и имеет открытое сердце, Бог будет использовать любого человека в нашей церкви. Почему я это так смело говорю? Потому что в моей жизни у нас здесь, у меня уже бабушек нету на этой земле. Но духовных бабушек я много имею. Кто-то здесь крикни, пожалуйста, аминь. Тетя Аня, пожалуйста. Пожалуйста, тетя Аня. И здесь есть, здесь есть, я не буду их называть, но здесь есть на самом деле для меня бабушки духовные, которые, они просто в удивительные моменты, когда мне очень надо было получить слово, ободрение, когда, может быть, кто-то не знал, через что я прохожу. И они ко мне подходят после суждения, и я думаю, все, мне капец, я что-то неправильно делал, неправильно сказал, неправильно посмотрел. И они подходят и просто в точку бьют, и говорят то, что мне надо было услышать, молятся за меня. Даже простые слова бывало. Сдаваться тебе нельзя, я молюсь за тебя. А они не знают, что я хочу сдаваться. И в многих сферах. А сдаваться тебе нельзя, я за тебя молюсь. И Бог сделает то, что Он начал в тебе. И когда он об этом делился, что не хватает людей, я начал рассуждать искренне, на самом деле, что надо больше молодежи и нашей церкви. И я вот пришел, я об этом рассуждал, молился и пришел к этому. Не то, что не хватает вот кому-то открыться, или еще какой-то ивент сделать, или еще какую-то конференцию. Что не хватает, это взять ответственность. Я это не имел вот ему сказать, это потом я получил. Но как больше я начал молиться и рассуждать, я начал четко видеть, как в ответственности человек начинает сверхъестественно расти в Боге и в том, что Бог имеет для него. Человек, Бог посылает этого человека, поселяет этого человека, Господь помоги мне. Поселяет этого человека в это место и дает ему ответственность. Куда я тебя поселил, это место я приготовил для тебя, а сейчас в твоей ответственности ухаживать за это место. И вот в 9 стихе, вот я хочу обратить внимание, в 9 стихе и в 10. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Едема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четвери реки». И потом это местописание мне пришло. В Петре, это 2 послание Петра, 1 глава и 3 до 5 стих, мы вот только об этом молились, когда была 40 часа молитва. «Как о божественной силе Его, дарована нам все потребны для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарования нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделывались частниками божеского естества, удалившись от господствующего и в мире растеления похотью, то вы прилагаете к сему все старания». Я вот там остановлюсь. Представьте, все, что Бог нам сделал и дал, и здесь почему-то написано в конце, это не конец, но в середине, «то вы, прилагая к сему все старания». Дерево посадил, кушать есть, плоды разные, красивые и хорошие для пищи. Дерево жизни, дерево также добра и зла. И речка, которая текла в этом месте, и потом разделялась на 4 речки. И Бог это все сделал, и через Петра Он объясняет, через Петра Он также говорит, что через Бога мы получили все, что нам нужно, все, что нам нужно для жизни и благочестия, все, что нам нужно. И это раскрывается через познание Христа. Через познание Христа мы получаем, мы, как, мы, естественно, видим и получаем, оно начинает работать. То, что все, что Бог сделал для нас, мы это имеем через познание Христа. Я когда, до того, как я женился, я правильно сказал, или вышел замуж? Женился, аминь. Я всегда их путаю. До того, как я женился, я не знал, что делать в плане работы. У меня были, ну, знаешь, когда молодой, и такая проблема есть у многих, и у меня было определиться, вот где быть, не прыгать, и, знаешь, ночью машины делать, днем это, это, вечером это, потом это, утром это. И, ну, видишь, человек занимается многим, а на самом деле успеха мало. Я хотел определиться, то в работе, в какой Бог имеет работу для меня. И отец имел компанию, он работал как соотехник, также делал пожарные системы, еще что-то. Потом друг у меня был близкий, хотел стоянку открывать, мы думали, может быть, вместе открывать. Потом я думал, может быть, вернуться в школу, учиться. И еще было пару вещей, и вот я вот чувствовал, я как будто стою, и у меня вот пять разных дверь, и я не знаю, через какую войти. Я взял время, это было пару недель. Мне это было легче, я ехал, когда было время, в школу. Я там давно учился, это был мой high school. Я туда ехал, и там, где поле, вокруг поля, знаешь, где бегают? Track and field. Вокруг этого поля, где люди бегают, я туда по ночам шел, туда ехал, и потом там ходил, вокруг этого поля, и просто с Богом общался, молился, думал, там никого нету, никто мне не мешает. И я туда, и я это делал где-то пару недель. Вот, просто хотел четко знать, что мне делать по работе. И я вот, эти три недели прошли, и я не слышал голоса, не видел видения, вот ничего такого не получил, просто продолжал думать, молиться, Бога спрашивать и рассуждать об этом. И вот три недели проходит примерно, и я вот как будто четко знаю внутри меня, что я должен делать. И это было работать с папой. Я не знаю, может быть, папа молился очень сильно, но я вот понял, ни школы, вот все варианты, они просто начали падавать. И я четко понял, что мне надо делать. И мне не надо было ни уговорить, ни сказать, знаете, я знал. И я решаю, я буду с отцом работать и в этом двигаться. И я с ним поделился, папа, я хочу, я знаю, я тебе помогаю часто, работаю, когда тебе надо помощь, но я хочу на самом деле взять ответственность, и я буду работать с тобой постоянно и двигаться. И знаете, у меня начало просто потихоньку все меняться, когда я вот в простоте взял ответственность даже вот в работе. Папа, я буду с тобой работать, двигаться в работе, и все. Я никуда не буду прыгать, думать, мечтать, я буду просто постоянным в этом. И здесь я видел, как Бог просто начал благоставлять сверхъестественно меня, нашу компанию, как мы работаем, сколько работы было. Я даже об этом часто делюсь, что вот вначале, как я взял ответственность, просто четко начал видеть, вот что надо делать сейчас, следующее, что надо делать следующее. И вот я постоянно вижу в своей жизни, когда не знаешь, что делать дальше, надо делать то, что знаешь, как делать прямо сейчас. И я вот просто работаю с папой, не знаю, что будет. А когда с ним работаю, и мы вот, день прошел, неделя прошла, год прошло, два года прошло, и ты просто начинаешь видеть, вот нам надо в этом двигаться, нам надо в этом двигаться. И мне Бог начал ложить на сердце. У меня была мечта, почему я начал с ним работать. Один из моих мечты, я никому это не говорил, почему я начал с ним работать. Я просто увидел, когда я еще учился, в школе был, играл в футбол, мои родители просто во всем, что я нуждался, они мне все давали. Несмотря какая сумма денег, когда надо было куда-то лететь в спорт, где я занимался, чем я занимался, разные тренинг, разные поездки, они просто мне все помогали, видели, что в этом мне получалось, и они просто мне помогали. И когда я перестал в спорт заниматься, и вот думаю о работе, у меня было желание помочь родителям. Вот в работе не просто себя устроить, и семью устроить, когда мне будет семья, но также быть помощью родителям и ему помочь. И мы начали работать вместе, и мне Бог ложит на сердце, вот получается у меня, когда мы делаем пожарные системы, а соцтехника что-то, ну, что-то не то. Не нравится мне, грязная работа, она, ну, тяжелая работа. И я начал вот просто мечтать, об этом говорить, искать варианты, как мы можем потихоньку просто больше делать пожарных систем, и вот папе больше не надо будет работать. И проходит время, и я уже не замечаю, что уже прошло время в компанию, где мы только делаем это пожарные системы, уже ничего больше не делаем. И я вспоминаю, что было желание к этому прийти в один день. А мы здесь уже пришли, и я вспоминаю, вот уже привык, да, работа есть, слава Богу, двигаемся. А на самом деле Бог просто начал открывать двери один за другим, один за другим. Мы уже минимум как 4-5 лет не делаем никаких соцтехника работы. Пожалуйста, не звоните мне. Я шучу, я шучу. Звонят бывают, я всегда буду помогать. Но мы уже не делаем никаких соцтехник работ, и только делаем пожарные системы. И, знаете, это началось с тем, что я взял ответственность просто в этой простой работе. Я буду работать, двигаться в этом, буду постоянным в этом, и не буду никуда не прыгать. И вот Бог просто начинает двери открывать. И я верю. Это такой простой-простой пример, но это также работает в духовном. Когда мы берем ответственность в том, что Бог нам дал, и начинаем просто быть в постоянстве, двигаться в этом, и Бог начинает сверхъестественно открывать двери. Аминь. Есть большая разница, я хочу это сказать, есть большая разница, когда человек берет ответственность с человеком, который не берет ответственность. Ну, конечно, да, имеет разницу. Но на самом деле огромная разница. Знаете, я начал учить, когда уже у нас было больше работы, и рабочих надо искать. Я, вот, рабочие пришли к нам, я даже их не искал. Вот пришли рабочие к нам, познакомились, начали работать, и вот я просто видел, как Бог мне дает этих людей. И я сильно по нем скучаю, его зовут Антон, он уже в Израиле. Он искренний, искренний, братья, я верю, что Бог имеет серьезные планы для его жизни. Его папа начал исследовать иудаизм, и ходить в синагогу. Они раньше ходили в церковь. И он вот искренне, искренне просто побежал за папой в этом плане. И, знаете, я понимаю, можно здесь, закон не надо, это не надо, это не надо, но я вот, что в нем я увидел? Что его искренность, познать Бога, она его приведет к истине. И он, когда со мной работал, ко мне очень часто, где он работал, мне потом звонили, это строители, это люди, которые имеют большие компании, мы им работы делаем, они мне звонят. Где ты, этот рабочий, как его зовут? Я говорю, Антон, где ты его нашел? Ему было в это время, ему было 17 лет. А работал, как будто имеет семью и детей, и знает свою работу, как будто ему 30 лет, 40 лет, как будто уже работает много лет в этой сфере. Вот так он работал. Никогда на месте не стоит. Всегда двигается, всегда, ну, вы знаете, о чем я говорю, есть рабочие, которые вот так работают, а есть рабочие, которые всегда за дело возьмутся. И вот он, обращая на внимание, каждый человек, который видел, как он работает, мне потом звонит, где ты его нашел? Я ищу такого рабочего. Я когда с Антоном, мы когда еще вместе работали, до того, как он начал сам работать, я говорю, Антон, это не моя компания. Это отец начал, но я верю, Бог меня ввел, чтобы в этом заниматься. Я хочу, чтобы ты работал, как будто это двое. Придет время, я не знаю, в моей компании или в будущем, придет время, где ты будешь иметь свое. Но очень важно, когда ты будешь здесь со мной работать, чтобы ты здесь работал, как будто это двое. И помните это местописание? Человек, который неверен в другом, свое никогда не будет иметь. И он просто начал, он просто вот так начал работать. Это моя компания, это мой бизнес, это мое имя, это мое. И он так начал действовать. И есть огромная разница. Знаете, есть много людей в церковь ходят, а есть люди, которые ходят в церковь, и это их церковь. Hello. Многие люди ходят в церковь, а есть люди, которые ходят в церковь, и это их церковь. Не просто церковь, которую они посещают, не просто пасыр, который мне слушается, на самом деле, это моя церковь. А это становится моим, когда я беру ответственность в этой церкви. Я не говорю, здесь надо петь и проповедовать. Это не для каждого человека. Но взять ответственность в сфере, где Бог положил тебя, или где Бог поставил тебя, поселил тебя, это для каждого человека. Каждый человек здесь на этом месте имеет место, имеет свой сад. И Бог хочет, чтобы в наш сад мы взяли ответственность за этот сад. Мой сад, в первую очередь, это моя семья. Моя семья, это мой сад. Моя жена, мои дети, это мой сад. Вступает в этот Новый год, моя жена, Альвина и я, как наша цель для этого года, это мы взяли ответственность за наш сад. Что в первую очередь, наш дом, наша семья, мы посвящаем себя по-новому к Богу. Открываем наш дом, открываем наши молитвенные комнаты, открываем просто больше, больше доверяться и больше посвящать себя в личной жизни для Бога. Это моя первая ответственность, моя семья. Но также моя семья является моей церкви. когда не горит у тебя в сердце служить Богу. Это не с Богом что-то не то. Это в нас что-то не то. Готовы мы... Вот я сам себя ловил, вот когда говоришь о церкви, о служении, сразу, сразу регулиозное мышление включается. Быть в группе, быть ашером, быть там проповедником, быть евангелистом, это не для меня. Я просто вот по-новому, когда я начал об этом рассуждать, по-новому начал видеть, что брать ответственность, это не связано просто с департментами, с департментами. Это не связано с каком-то служением в церкви. Это брать духовную ответственность в том, что Бог призвал мне делать. Начиная с своей личной жизни, начиная с своим домом, своей семьей. И знаешь, это начинает естественно переливаться. Я начинаю переживать, что происходит в церкви. Что, знаете, в последнее время, если вы замечаете, на этом потоке, в первом потоке, на молодежном служении у нас постоянно новые люди. Постоянно новые люди приходят. А кто берет ответственность работать с этими новыми людьми? Кто? Ну, Сергей Козлов, это его церковь. Почему-то Иисус взял ответственность положить свою жизнь на альтар, на альтар, но он вложил в себя в 12 человек. Не 1200, в 12, не 120, в 12. В 12 людей он себя полностью вложил. Полностью отдал себя для этого мира, но вложил себя для них. Он передал то, что он имел им, чтобы они передавали тем, которым они будут служить. Я думаю, мы входим в время, когда церковь, это не будет вот огромное здание и зал, это будет по нашим домам. А если будет по нашим домам, готов я или нет проводить служение в моем дому? Готов я проводить молитвы в моем дому? Готов я проводить служение, делиться в моем дому? Взять ответственность, знаете, мы вот в последний год очень много говорили о ячеях. И даже когда о ячеях говоришь, у людей уже сложилось такой формат в голове, ну, ячейка, я знаю, что это, там, мне будут учить, будут наставлять, надо что-то принести, надо свой дом открыть. Церковь нельзя сравнить ни с какой другой организацией, компанией, бизнесом. Церковь это реальные отношения с Богом и реальные отношения с друг другом. Брать ответственность за моего ближнего, это не просто проглашать его в мою ячейку или проглашать его служить где-то. Знаете, я заметил уже служа в молодежном служении больше, чем 10 лет, я заметил в себе это. Мне, мне нравится вот видеть цель и ее исполнять. Вот, конференция подходит, мы планируем все и мы исполняем. А в этом исполнении самое важное это люди, которые возле тебя, с которыми ты исполняешь то, что поставил как цель. я заметил, как часто я хотел исполнить цель, а может быть не обращал внимания, как я должен был к ближнему человеку, с кем я служу или с кем я иду. И я думаю, может быть на каком-то уровне есть люди, которые огорченные, где они служили, они служили и просто были одни цели, другие цели, одни планы, другие планы, а никто не обратил внимания на них. Никто не увидел на самом деле что они проходят в своей жизни и что добиваясь какой-то цели наша цель не просто чтобы исполнить эту цель, но чтобы мы росли в отношении к друг другу. Брать ответственность это я открываю свою жизнь и говорю этому человеку, который не знает никого, не знает кто здесь лидер, не знает кто здесь пастор, просто пришел и он новый и я открываю свою жизнь ему и я готов служить этому человеку, когда никто не видит, когда никто его не проглашает и я открываю свою жизнь и я начинаю с ним двигаться в отношениях. Пробуждение оно звучит очень красиво, но реальность пробуждения это огромный огромный вклад моего посвящения, это полностью это полная отдача Богу в моей жизни, мой дом, моя семья, мое время, мои финансы, это полностью Богу отдаться. Когда пастор Рейн, мы когда посетили его в Эстонии, пастор Рейн он единственный человек, который еще живой, среди пять человек, которые Бог использовал в пробуждении в бывшем светском союзе, и когда это пробуждение произошло в Таллине, он нам делился, он говорил, мы пять человек, мы собрались в комнате у нас в апартаменте, и мы начали молиться, и мы были готовы, мы были готовы, было трудное время, пришло в церковь, и мы были готовы делать все, что Бог хотел, чтобы мы сделали, и он начал рассказывать, когда пробуждение пришло, ночами не спать, молитвы каждый день, и все, он говорит, такой был труд, и потом Дух Святой мне открыл, что в этом труде я думал, он говорит, в этом труде я думал, я так сильно трудился для Бога, и потом Бог его показал ведение, я может быть неправильно все говорю, как он это рассказывал, но мысль то же самое, он говорит, я себя, мне Дух Святой показал огромный, как этот, окс, а, бык, как это, ну бык, огромный бык, и как он, он как поднимает землю, вот, пашет землю, вот о чем мы говорим, как он пашет землю, и потом, он говорит, я эту картину увидел, и потом, как будто вот, знаешь, как в камерах можно зумин делать, увеличение, и вот такое увеличение произошло, и он видит муху, которая на, на уше этого быка, и ему Дух, Дух Святой открывает, вот, я поднимал эту землю и работал на самом деле, это Дух Святой ему говорит, это я делал, а вот ты, муха, муха, которая меня позволила, чтобы я тебя использовал, я тебя на себя поселил, вот так, на свое место, и тебя использовал, но на самом деле, это я работал, главное, взять ответственность, и сказать, Бог, куда ты мне поселил, и что ты желаешь сделать, через мою жизнь, я готов, я этого хочу, я хочу, моя семья готова, мои финансы готовы, все, что ты мне дал, оно готово, я хочу, чтобы ты меня использовал, и он нас возьмет, на себя поставит, и будет сверхъестественные вещи делать, через нас, моё последнее место Писания, и мы будем молиться, почему Бог поставил этого человека, Адама, в это место, «Ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возливания земли, но пар поднимался с земли, и орошал все лицо земли». Книга пророка Осия, шестая глава, третий стих, «Итак познаём, будем стремиться познать Господа, как утренняя зора, явление Его, и Он придёт к нам, как дождь, как постный дождь, оросит землю». «Явление Его, и Он придёт к нам, как дождь». Великое, что мы ожидаем в этом году, что Бог будет делать, это будет изливаться Его сверхъестественный дождь. А дождь изливается, когда человек взял ответственность в своём месте и начал, начал эту землю поднимать, начал пахать в этом месте, взял ответственность в том, что Бог дал ему. И здесь Бог говорит, «Когда будет человек, я пошлю свой дождь». И здесь пророчное слово. Бог говорит, «Будете искать и стремиться к Господу, и Господь придёт, как дождь». Он придёт, как дождь. Дождь придёт на то место, которое готово для этого дождя, на то место, которое приготовлено для его дождя. Мы ожидаем, мы ожидаем, я ожидаю своей семьёй, что Бог пролил свой дождь. Бог пролил свой дождь на нашу церковь, Бог пролил свой дождь на каждую семью, Бог пролил свой дождь на каждого человека. Это не просто духовные слова, это на самом деле реальность Бога, когда его слава, его присутствие, оно приходит в удивительной мере на место, на человека, на дом, который готов, который готов взять ответственность, чтобы Бог начал их использовать. встанем все вместе. Господь, я благодарю Тебя за каждого на этом месте, я благодарю Тебя за нашу церковь, я благодарю Тебя за каждую семью, за каждого мужа, за каждую жену, за всех, Господь, на этом месте. Мы благословляем Господь, мы благословляем Твоё имя, и мы благословляем друг друга. Господь, мы нуждаемся. Мы нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся в Тебе, Господь. Мы хотим стремиться, Господь, познать Тебя. Стремиться познать Тебя, увидеть Тебя, расти в Тебе. Господь, мы благодарим Тебя, что каждому из нас Ты дал нам Своё место. И на этом месте, Господь, мы желаем, мы желаем и мы готовы взять ответственность. Взять ответственность за это место. Не стоять и ждать. Не сомневаться, не искать другого, а то, что Ты, Господь, нам дал. Мы желаем увидеть, мы желаем увидеть наш сад, мы желаем увидеть нашу семью, наш дом, как этот сад, нашу церковь, как этот сад. Мы желаем это увидеть. И начинать трудиться, Господь. Начинать посвящать себя. Начинать искать Тебя, Господь. положить, Господь, нашу жизнь, нашу семью. Мы не хотим, Господь, чтобы просто пар поднимался. Мы желаем, чтобы двой дождь пролил на эту землю, Господь. Мы желаем, чтобы двой дождь пролил на наш дом, Господь. Но сначала нужен человек. Нужен человек, который возьмет ответственность. Господь, мы благословляем друг друга. Мы благословляем этот год. И все, что предстоит, Господь, все, что предстоит, то, что, Господь, Ты желаешь. Я верю. Я верю. Мы не просто ожидаем новое время. Мы вошли в новое время. И Ты, Господь, влечешь в нас. Ты призываешь нас, Господь, идти глубже. И мы открываем наши сердца. Дух Святой, мы благодарим Тебя. Это Твой призыв. Твой призыв для каждого. И мы открываем наши сердца. Мы желаем быть те люди, Господь, которые готовы идти. Который, Господь, готовый, готовый Господь на все. Готовый, Господь, идти глубже. Искать Тебя, посвящать Себя. Мы открываем наши сердца. Открываем наши дома. Открываем наши семьи. Господь, все, что Ты дал нам, это на самом деле не наше, но двое. И, Господь, мы желаем быть верны, мы желаем быть верны в малом, мы желаем быть верны в малом, то, что Ты, Господь, дал нам, наш сад, и мы благословляем, мы благословляем наш сад, мы благословляем нашу семью, мы благословляем, Господь, наши дома, и мы благодарим Тебя, Господь, мы ищем Тебя, мы ищем Тебя, мы жаждем Тебя, и мы ожидаем, мы ожидаем Твоего дождя, Мы ожидаем, Господь, твоей славы, мы ожидаем, Господь, сверхъестественном, когда ты будешь двигаться через нас, работать среди нас, Господь, чудесами и разными знамениями, Господь. Мы верим в это, мы, Господь, не ищем тебя, чтобы это иметь, но мы просто нуждаемся в тебе. Мы желаем, Господь, познать тебя больше, мы желаем, Господь, посвятить тебя по-новому, Господь. Мы желаем, Господь, чтобы твой дождь, он пошел, Господь, он полился над каждым человеком, Господь, во имя Иисуса. Мы нуждаемся в твоем дожде, мы нуждаемся, Господь, это сверхъестественная сила, это сверхъестественная благодать, это то, что мы не можем, это ты начинаешь делать. Но сначала нужен человек, Господь, мы готовы, и мы приходим к тебе так, как мы есть, и мы желаем познать тебя, мы желаем приблизиться к тебе, мы желаем иметь твое слово, горящий, Господь, внутри нас, во имя Иисуса. Возьми нас, Дух Святой, веди нас, Дух Святой, пусть, Господь, в твоей реке, в этом саде, Господь, пусть твоя река, она потечет в нашу жизнь по-новому во имя Иисуса. Что мы увидели плоды, плоды, Господь, в нашем саду, это твои обещания, это твои обещания, что мы увидели, Господь, их, я благословляю, Господь, открой, открой нам глаза, открой нам глаза и дай нам увидеть наш сад, дай нам увидеть, Господь, ближнего, дай нам увидеть, Господь, те возможности, которые ты нам даешь во имя Иисуса.